Заседание рабочей группы по вопросам строительства школы в поселке Красково. На этот раз встреча прошла на участке, где предполагается возведение общеобразовательного учреждения. За диалогом жителей и представителей власти наблюдала наша съемочная группа. Разговор с активными жителями Красково начался с ответа на вопрос, который они задали на предыдущей встрече. Возможно ли строительство новой школы на территории бывшего завода в Нейстром? Мы провели встречу с собственниками данной территории. Настроение на этот счет отрицательное. На данной территории у нас сейчас порядка 10 промышленных производственных предприятий и организаций. Работает там более 300 человек. У собственников планы есть по развитию данной территории, по модернизации как оборудования, так и увеличению мощностей производственных. Участок, который подходит для строительства объекта образования, тоже вызывает у красковчан вопросы. Жители обеспокоены, что рядом со школой вместо обещанной зоны отдыха появятся торговые центры и жилые дома. Они обратились к депутатам с просьбой предотвратить такую ситуацию. Просмотрим это обращение и сформируем запрос, либо как бы письмо, пожелание в комитет архитектуры Московской области с просьбой учесть эту зону таким образом, чтобы здесь ничего, кроме школы общеобразовательной и парка не было. И это было затвердено всеми документами градостроительного зонирования. Если вот так это будет, и это точно закрепится, то мы только за. Я думаю, что и жители Краскова тоже это примут. Потому что рано или поздно и их детям нужно будет куда-то везти их в школы. То есть, как бы эта школа – выход для всех нас. Представители рабочей группы в целом поддержали строительство школы на 700 мест на этом земельном участке. Но жители посёлка потребовали юридического подтверждения того, что на данной территории появится только общеобразовательное учреждение и зона рекреации.